Москву поделят на экологические зоны. Въезжать внутрь третьего кольца не смогут автомобили ниже эко-класса Евро-3. Новые дорожные знаки, ограничивающие движение машин в зависимости от выхлопа, уже разработаны в Метрансе России. Они появятся на обочинах после внесения изменений в ПДД. А вместе с новыми знаками появятся и новые штрафы. Экологи надеются, что эти меры помогут хоть немного исправить ситуацию с загазованностью в Москве. Подробнее об этом Ольга Соловьева. Окна поднимаем. И чем быстрее от него, тем быстрее, тем лучше. Сергей водитель с опытом и быстрой реакцией. На фуры. Как только увидит, а точнее учует коптящую, тут же закрывает окна и включает кондиционер. Да помощнее. Свою иномарку исправно пригоняет на ТО. Здесь, в принципе, всё хорошо. Но автомобиль соответствует требованиям Евро-3. Если автомобиль чадит, талон техосмотра не получить. Через ТО проходят все автомобили. Но на дорогах инспекторы то и дело останавливают коптящие машины. Их узнают из тысячи. По выхлопу. Из этого Евро-1 грузовика столб чёрного дыма бьёт аж на две полосы. Прибор показал. Норма превышена на треть. Дым родного грузовика Игорю и сладок и приятен. А гарь за окном он списывает на топливо. Стоял, да. Солярка закрапливается из-за этого. Инспекторов убедить не удалось. Выписали штраф в 500 рублей. А вот водитель телег и вовсе не знает, какой у его прицепа Евро-стандарт. Машина какая? Евро-0, Евро-1? Евро... Наверное, Евро. Знать свой Евро-стандарт скоро придётся всем водителям. Министерство транспорта предлагает внести поправки в ряд законов, которые позволят ограничить перемещение так называемых грязных машин во всех российских городах. Администрация на местах получит право самостоятельно решать авто, какого экологического класса пускать в городскую черту. На въезде в чистую от выхлопов зону поставят новые знаки. Табличка «Экологический класс транспортных средств». Соответственно, эта табличка будет применяться с знаком движения механических транспортных средств запрещено, движения грузовых транспортных средств запрещено. Цифры в овале обозначают порядковый номер стандарта. Если указана четвёрка, то машинам с Евро-0, 1, 2 и 3 въезд в эту зону запрещен. В противном случае штраф, размер которого каждый город также сможет устанавливать самостоятельно. В Москве предварительно говорят о сумме в 5000 рублей. Поправки ещё в разработке, но у них уже есть противники. Депутат Вячеслав Лысаков считает, что нововведение противоречит положению о техосмотре автомобиля. Если специалист заключил, что машина исправна, передвигаться она может где угодно. Если он прошёл техосмотр, то никаких ограничений накладывать на передвижение этого автомобиля никто не имеет права. Абсолютно. Вести запрет позволяет природа, охрана и законодательство. При условии, что город излишне загазован. Например, как Москва. Экологи давно бьют тревогу. Столичный автопарк насчитывает 4,5 миллиона машин. 7% из него грузовики и автобусы. Кажется, цифра небольшая, но в общей сложности чужеловозы дают треть от всех выбросов. Это 300 тысяч тонн в год угарного углекислого газа, углеводорода. Длительное нахождение в такой атмосфере для человека, даже если он в течение часа стоит в пробке, может привести к негативным последствиям для здоровья человека. С нововведением в столице не спешат, пока рассматривают в качестве эксперимента. И на первых порах под него попадет, скорее всего, только грузовой и общественный транспорт. Город планируют поделить на зоны по МКАДу и ТТК. Чем ближе к центру, тем двигатель должен быть чище. В пределы МКАДа, скорее всего, евро 0 и евро 1. Не будут заезжать. А в пределы третьего транспортного кольца останутся только евро 3, евро 4, евро 5. Фиксировать нарушения будут видеокамеры. Евро-стандарт почти у каждого автомобиля указан в ПТС. Камера считывает номер, сравнивает, соответствует ли класс двигателя зоне, в которой находится машина. Если нет, нарушитель получит протокол и штраф по почте. Но новые экологические времена в Москве наступят, скорее всего, не раньше 2016-го. Ольга Славилов, Шан Миносян, Сергей Хвойко, Алексей Подстрельнев и Валентин Рудкевич. Неделя в городе.